Теперь я должен быстро вам объяснить, что такое сопряжённые элементы и что такое нормальная подглубка в некоторой группе. Ребята, для этого надо произнести такое слово «внутренний автоморфизм». Это очень легко. Представьте себе, что у вас есть некоторая группа, и вы вдруг решили с любым её элементом сделать следующую штуку. Решили домножить его на один и тот же элемент группы G и после этого на него же сразу разделить. Вы спросите, зачем? А я могу на самом деле ответить. Мысленно это вот примерно что такое. Представьте себе, что я беру, сначала делаю преобразование G в минус первое, потом там делаю Х, а потом всё возвращаю назад. Это естественная штука, ребята. Это переход к системе координат, там что-то сделал и вернулся в прежнюю систему. Ну вот, это всё философия. А теперь будет одна, но зато понятная формула. Представьте себе, что вместо Х я сюда напишу произведение двух букв. И после этого я напишу так. G, X, G в минус первое, G, Y, G в минус первое. Давайте думать, что произошло. Вот это вот элемент, который получил из буквы X. Вот это вот элемент, который получил из буквы Y. А вот это получено из X умножить на Y. А теперь вспоминаем. В прошлый раз было такое понятие коммуначизм. Напомню, что это такое. Если у вас есть одна группа, и у меня есть. И некоторое преобразование, которое каждому элементу из группы G ставит в соответствии с какой-то элементом группы H, то мы говорим, что у нас гомоморфизм, если для любых двух элементов выполнена следующая служба. F от X, Y, где кружочек это умножение в группе G. Это есть F от X, звездочка F от Y, где звездочка это умножение в группе H. Вот мы здесь кружочек, а здесь звездочка, да, это групповая операция. То есть операция, если ее выполнить сначала в G, потом перевести, или перемести X и Y сначала в H, и потом там в группу, вы должны получить один и тот же результат. Это называется домоморфизм. Так вот, посмотрите, пожалуйста, что здесь написано. Когда вы берете выражение G, X, Y, G-1, то это то же самое, что G, Y, G-1, и G, Y, G-1. Соответственно, мы можем для любого элемента группы рассмотреть такое отображение. Давайте я его вот сейчас выражу. Для любого элемента группы, для любого элемента G, 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 G. Это появление. Переводится в G, 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 N, G, 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 G. То есть это действительно гумаморфизм. Более того, господа, очень важно понимать следующее. Если в нашей группе есть два элемента, G1 и G2, то тогда смотрите, что такое G1, G2, X, G1, G2, и минус 4. Так, здесь очень важно, нужно понимать, как возводить с ним сперва русский. Вы смотрите, берешься G1, G2, умножаешь на G2 в минус 1 и G1 в минус 1. По определению вот это у нас будет единичка группы, а значит это все будет единица. То есть вот этот элемент, он обратит первую. Формулу пишут так, G1, G2 в минус 1, это есть, внимание, G2 в минус 1, G1 в минус 1. Между прочим, когда люди сначала учат, довольно часто это забывают. При возведении этого в минус 1 степени надо не забывать переставлять со множенцами. Все понятно? Все понятно. Итак, что же это такое, господа? Смотрите, это у нас есть G1, значит ставим большие скопки, G2, X, G2 в минус 1, и этого надо прибавить G1 в минус 1. Это же здорово. Получается, что когда мы сначала сопрягли при помощи G2, а потом сопрягли при помощи G1, то у нас это то же самое, что сопрячь при помощи произведения G1, G2. Понимаете? Вот давайте вот это вот отображение мы обозначим какой-нибудь буквы. Например, у меня эта буквы заканчиваются. Например, это будет F с индексом G. Смотрите, что мы сейчас показали, что F с индексом G1, G2, это то же самое, что F с индексом G1 взятое, а F с индексом G2 и опыта. Идею поняли?